Итак, огромный привет моим любимым подписчикам и всем случайно заглянувшим на канал. Нет, не думайте, у меня не новая прическа, просто я, знаете, совершила очередную ошибку. Каждый год я ее совершаю, отрезала челку. Вот, и она мне, естественно, не понравилась, и теперь у меня на голове вот такой вот ананасовый хвостик. Сегодня, снимая видео по вашему запросу, вы спрашивали меня, какие же есть варианты занятости из дома, как найти себе такую работу, чтобы быть дома и дома работать. Сейчас, конечно, этот вопрос интересует многих, популярность этой мысли о том, что как бы здорово было работать из дома, вероятно, выросла в 2020 году на фоне пандемии, и сейчас спрос на работу из дома так не утих. Переходим сразу к делу, рассказываю, легко ли найти работу из дома. Первое. Если мы говорим о работе из дома по найму, это то, что ищет большинство, то есть какой-то конкретный работодатель, гарантированная ежемесячная заработная плата, честность, прозрачность, в общем, понятные обязанности. Многие говорят, что трудно найти такую работу, действительно трудно по той простой причине, что спрос-то есть на эту работу, а вот предложений каких-то нормальных, адекватных практически нет. Почему нет? Объяснить это очень легко. Дело в том, что всё-таки значительная часть специальности и профессии предполагает наше непосредственное нахождение на рабочем месте, а никак не дома. Нельзя там по интернету мыть полы, всё-таки нужно выйти в подъезд или по интернету доставлять грузы, нужно всё-таки сесть за руль автомобиля или работать пекарем-кондитером на производстве, при этом не приходя на производство. Всё-таки большая часть специальностей пока ещё предполагает наше непосредственное нахождение на рабочем месте, но не дома. Что нам остаётся? Остаются те специальности, те работники, чьё присутствие на рабочем месте, ну, не так уж и обязательно, да. В основном это касается каких-то офисных работников, но, тем не менее, всё равно таких вакансий практически нет. Почему? Ну, потому что есть разные причины, работодатели в этом не особо заинтересованы, они об этом даже и не думали, а зачем, да, до 2020 года, все это и под дни, особо никто не думал о переводе работников на дистанционку, зачем, плюс разные причины, по которым они хотят видеть вас именно в офисе, да, чтобы вы работали всё-таки под контролем, плюс, может быть, какая-то безопасность, потому что если вы будете работать из дома, вам, видимо, нужно предоставить какую-то личную информацию, принадлежащую именно организацию, доступ к ней, да, доступ к какой-то базе дистанционно и так далее. Также работа из дома предполагает определённую оснащённость вашего помещения всем тем, что необходимо для работы, например, может быть, офисная техника вам какая-то понадобится, поэтому это сложно найти работу по найму из дома с гарантированной заработной платой, понятными обязательствами сложно, спрос есть, предложения практически нету. Чтобы не быть голословной, я просмотрела сайты по запросу «удалённая работа», ну, 99% вакансий – это какой-то шлак, какие-то заоблачные сказочные обещания, что вы будете работать 2-3 часа в день, получать по 2000 на карту каждый день, это почти 60 тысяч в месяц, да, при этом ничего от вас не требуется, ни образования, ни опыта, ни навыков, вам может быть меньше 18, старше 45, люди с ограниченными возможностями и всё, 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 ну, в общем, всякие сладкие обещания, в общем, всякие сладкие обещания, в которые с трудом верятся. Единственное, ну, кое-какие вакансии мне всё-таки попались, но требующие навыков, естественно, если у вас этих навыков нет, вы не можете претендовать на эту вакансию. Одна единственная вакансия, которая похожа на правду, там была, конкретная организация по производству каких-то деревянных изделий, требуется специалист по, в общем, оформлению витрины, зовём это так, на зарубежных маркетплейсах, вот, то есть кто-то, кто будет размещать там картиночки товаров и составлять описание, необходимо знание также английского языка. Вот, то есть вакансии, в принципе, есть, кое-где выстреливают, такие более-менее реальные. Кстати, зарплату работодатель там не указал, как он обещает своему будущему сотруднику. То есть теоретически, конечно, есть, можно поискать, можно постараться, но такого массового большого предложения по такой работе не будет. Второе, про что хочется рассказать, это фриланс. Многие люди, которые с этой темой не соприкасались, но только слышали о ней или видели какую-то рекламу, «Стань фрилансером, работай с нами!» И лежит какая-то девушка, обычно на фотографии девушка с ноутбуком, лежит на кровати, всё. И вы такие, «Я стану фрилансером, буду лежать с ноутбуком на кровати!» Вот такого рода реклама, такого рода предложения по работе у людей, которые в эту тему особо не вникали, порождают такой стереотип, что фрилансеры – это надомники. Нет, если говорить о фрилансерах, о фрилансерах – это просто свободные работники, которые зачастую не привязаны к одному месту. Вот, это не обязательно человек, который работает из дома. Нет, совершенно не обязательно. По какой причине люди увлекаются таким видом занятости? Ведь всё-таки большинство ищет какой-то стабильности и гарантии. Что хорошего в том, чтобы находиться в свободном плавании? Ну, во-первых, этой работой интересуются зачастую люди, которые хотят что-то попробовать новое в своей жизни, не хотят быть привязанными к какому-то одному месту, к одному работодателю. Просто им нравится такой стиль жизни. Вторая категория людей – это те, которые считают, что привязанность к какому-то одному месту работы и одному работодателю мешает им реализовывать свои личные планы. Человек хочет развивать какой-то свой личный бизнес, своё личное дело, а его основная работа мешает ему это делать. То есть он хотел бы иметь какой-то заработок от работодателя и своё дело параллельно развивать, поэтому он уходит во фриланс, чтобы где-то там выгодно кому-то продавать свои навыки и параллельно развивать там свой какой-то небольшой бизнес. Пока он там вырастет этот бизнес, ты же не можешь сидеть без работы, что-то есть нужно и так далее. То есть фриланс – это такое на любителя, если ты готов быть постоянно в этом подвешенном состоянии, постоянно что-то искать. Хотя многим это нравится. Для некоторых это действительно хорошая возможность максимально эффективно продавать свои навыки, причём все, которые у тебя есть. Предлагать, продавать посредством различных возможностей, которые предоставляет интернет, заявлять о себе в интернете, давать какие-то объявления о тех услугах, которые ты можешь предоставлять, продавать какие-то курсы, что-то там преподавать, какие-то языки или если у тебя ещё есть какие-то навыки, ты знаешь, как их продать. То есть посредством интернета продажа своих навыков периодически, может быть, наём кому-нибудь на работу, если ты считаешь, что это предложение интересное, и ты его рассматриваешь. Ну, вот как-то так. Итак, третий, самый распространённый вид работы из дома – это непосредственно работа в интернете. Работа в интернете, работа с интернетом, работа на интернет. Она не даёт гарантированной заработной платы, но даёт неограниченные возможности вообще в будущем. Ежедневно вы вводите сотни поисковых запросов в свой телефон, что-то ищите, да? Заболела у вас фраунбаку? Ой, что такое болит у меня? Что со мной? Ну и что происходит? Вы вбиваете в поисковик, получаете огромное количество информации. Задумывались ли вы, кто это вообще писал всё? Или вы решили удивить свою маму, спечь вкусный пирог с вишней и вбиваете в рецепт пирога с вишней, пошаговый с фото, и огромное количество рецептов. Кто делал, кто писал эти рецепты? Или вы листаете новостную ленту, и значительная часть этой ленты создана не какими-то журналистами, специалистами, обычными порой людьми. То есть это подборка статей, каких-то там звёздных сплетен или важных новостей политики, экономики, моде, психологии, медицине, науке. Всё это написано обычными людьми. Вот. Поэтому, если вы никогда об этом не задумывались, то теперь задумайтесь и подумайте о том, кто же всё это создаёт. Кто наполняет интернет, пространство, контентом? Зачем они это делают? И получают ли они что-то за это? Конечно же, получают. Никто ничто не станет делать просто так бесплатно. Поэтому самый, наверное, такой реальный и доступный для всех способ начать зарабатывать деньги из дома, это как раз-таки начать делать какой-то контент для интернета. Естественно, там либо развлекательный, либо какой-то полезный и так далее, и так далее. Все остальные попытки зарабатывать в интернете, кому-то помогая, очень низко оплачиваются, как правило, и ну, меньше ценятся, да, потому что любой человек, который начинает свою работу в интернете, в какой-то момент задумывается, а зачем, собственно говоря, я там пишу под заказ статьи какому-то дяде, который у меня покупает за 300 рублей эту статью, если я эти статьи, например, буду выкладывать на Дзен и сама буду зарабатывать с этой статьи, с этих просмотров, неограниченное количество денег, то есть сколько посмотрит, столько я заработаю, чем один раз дяде эту статью продать за 300 рублей, огромную статью, на которую я там потратила там два с половиной, три часа, полдня, зачем, да, то есть это уже как бы второй этап, я это говорю для того, чтобы люди, которые заинтересуются этим видом деятельности, то есть решатка создавать какой-то контент, какое-то наполнение для интернет-пространства, задумались об этом, потому что это очень важно, да, то есть вы будете сами создавать и сами как-то реализовывать через разные платформы свой материал, либо вы будете там искать, чтобы вам кто-то предложил работу в интернете, там какой-нибудь заработок на кликах, на тыках, на пыках, на опросах и так далее, то есть это все низкодоходно и зачастую какой-то кидал, вот заработаешь 25 рублей, потом еще не сможешь их вывести и так далее, то есть это вот такой был краткий гид по работе из дома, если остались вопросы, пишите в комментариях, всем огромное спасибо за внимание, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал и пока-пока!